Библиотека номер 18 Северного округа продолжает знакомить читателей с творчеством Елены Владимировны Казакевич, замечательного врача, профессора, психолога и автора книг про Змея Горыныча, который прилетел из старых сказок и поселился в дружной семье Поляковых. Книга шестая. Змей Горыныч Поляков. Путешествие в Австралию. Как вы помните, ребята, после слов «пока-пока» Змей взлетел с друзьями вместе в небеса под облака. Полным разных приключений оказался тот полет, ведь Горынычу обычно с приключениями везет. Алексей, домой вернувшись, приглашает в гости вас. Ну, садитесь поудобней. Вот, друзья, его рассказ. Как же здорово, ребята, быстро по небу лететь, пить чаек из самовара и баранками хрустеть. Змей летит, поет тихонько и совсем не устает. С удовольствием огромным нас в Австралию везет. Мы сверяемся по карте. Что под нами? Где летим? Повернем на юг, направо. Путь немного сократим. А Горыныч прямо-прямо, прямо это на восток. Он ни спать, ни есть не хочет, ни присесть хоть на чуток. Машет лапой встречным птицам. Мол, могу вас подвести. Птицы вертят головами, избиваются с пути. Подлетел орел поближе, чтобы змея разглядеть. О, какое чудо-юдо! Прям из сказок? Обалдеть! Здравствуй, друг, орел небесный! Хочешь сесть на шею мне? Выбирай из трех любую. Прокатись, как на коне. Я и сам летать умею. Лучше сушкой угости. Ну, спасибо! Я на север. Вам счастливого пути! И тебе, орел, счастливо! Прокричали мы в ответ. Передай орлиной стае от Горыныча привет. А смотрелся змей Горыныч, головами покрутил. Не туда летим. Да что вы, это я так пошутил. Я маршрут запомнил точно. Знаю я, куда лечу. На меня не обижайтесь, если я вдруг пошучу. Вот Урал, какие горы! Все, Европа позади. Надо срочно сделать снимок. Ну-ка, змей, притормози. Фотография готова. Змей кричит. Друзья, вперед! Небо, солнце, ветер, тучки. Продолжается полет. Наконец-то согласился змей немного отдохнуть. Потому что мы устали. И хотели бы вздремнуть. Только где нам приземлиться? Может, прямо здесь, в тайгу? Ой, смотрите, вон там речка. Место есть на берегу. Быстро рыбки наловили. Змей поджарил. Вкуснота! Лес вокруг. Тепло и тихо. Мы все вместе. Красота! Развели костер под вечер. Стали дружно песни петь. Змей прилег. Под наши песни скоро начал он храпеть. Отложил гитару Вовка. Широко земнул Давид. И сказала Марья Ивановна. Он и Сашенька сопит. Тсс, ребята, тише, тише. И нам тоже спать пора. Пусть Австралия вам снится. Спите сладко до утра. Мы уснули очень крепко. Не разбудишь пушкой нас. Только змей на всякий случай не закрыл один свой глаз. Безопасность – это важно. Глаз шестой, его не спит. На чеку. То в лес посмотрит, то на речку. Глаз косит. Змей забыл, что надо в небо ну хоть изредка смотреть, потому как и оттуда может кто-то прилететь. Прозевал охранник ступу вместе с бабой Егой. Не увидел, как кружила ступа долго над тайгой. Всем привет и с добрым утром. Ох, с трудом я вас нашла. Хорошо летела в ступе, а не по лесу брела. Марья Ивановна, я в обиде, что забыли про меня. Взять с собой не захотели. Называется родня. Безобразие какое. Вон щенок и тот летит. У меня от этой мысли вся душа моя болит. И Матвеевна зарыдала. Утешали два часа. Солнце встало, ввысь помчалось, даже высохла роса. Обнимали все Матвеевну. Костя слезы вытирал. Вовка срочно взял гитару и собачий вальс сыграл. Только тут вдруг у Матвеевны зинь, мобильник зазвонил. Телефон на день рождения ей Горыныч подарил. Так и есть. Кощей трезвонит. Срочно в сказку вылетай. Без тебя мы пропадаем. Торопись. Не опоздай. Вылетаю. Буду скоро. Только вряд ли будет толк. Ой, боюсь, что не сумею в сказке свой исполнить долг. Знаешь, как я подобрела? Невзирая на сюжет, добрым людям помогаю. Выручаю всех из бед. Прилетай. Там разберемся. Я-то тоже подобрел. Если так пойдет и дальше, отойду совсем от дел. Забралась Матвеевна в ступу. Все, родные, мне пора. Полетела на работу. До свидания, детвора. Мы позавтракали быстро и расселись по местам. Змей размял немного крылья и взлетел. Вперед! К мечтам! Подлетели к океану. Змей присел на берегу. Надо с духом мне собраться и сказать себе. Смогу. Океан такой огромный. Я готов. Друзья, летим. Скоро сушками и чаем кукобару гостим. Стало берега не видно и кругом одна вода. Посредине океана к нам, увы, пришла беда. Змей Горыныч вдруг заохо. Ох, 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 в боку болит. Не могу лететь, ребята. Я теперь как инвалид. Ну, конечно, постараюсь дотянуть до островов. Ну, а если не сумею, я с корзиной плыть готов. Мы всерьез заволновались. Ну, как будет сильный шторм? Если будет, всем акулам будет очень вкусный корм. Плавать все у нас умеют. Надувная лодка есть. Только все-таки на остров лучше было бы нам сесть. Мария Ивановна из аптечки все лекарства достает. Куча мази и таблеток. И зеленка есть, и йод. Змей, голубчик, я не знаю, как же мне тебе помочь? Да к тому же еще темнеет. Очень скоро будет ночь. Вдруг мы видим, пять дельфинов показались из воды. Мы, друзья, похоже, знаем, кто спасет вас из беды. Где-то здесь, неподалеку, плавал добрый синий кит. Он еще спросил, скажите, кто тут по-нибудь улетит? И дельфины все с гурьбою поспешили за китом. Оказался он гигантским. Даже змей на нем как гном. Кит свою подставил в спину. Вот так чудо пароход! Мы устроились прекрасно. Продолжается поход. Очень быстро подружился со спасителем наш змей. После мази и таблеток стал Горыныч веселей. И ребята подружились, а особенно Давид. Да и кит к нему, похоже, больше всех благоволит. Через пару дней Горыныч нам сказал, пора лететь. Без физической нагрузки можно быстро растолстеть. Чуть еще болит подмышкой и немножко под крылом. Хорошо, что невралгия, а не ребер перелом. Но лететь уже могу я. Кит, дружище, не скучай. Полетим, когда обратно, в этом месте нас встречай. Океан сиял на солнце. Был спокойным океан. Широта у нас какая? А какой меридиан? Хорошо, что мы с собою захватили навигатор. Оказалось, что под нами ничего себе экватор. Шар земной им подпоясан, ну, как будто кушаком. Словно носит он штанишки с очень тонким ремешком. Перед дальней дорогой, изучая интернет, мы узнали. Интереснее континента в мире нет. Верх ногами там не ходят. Но в июле, ой, зима. Флора с фауной, представьте, необычная весьма. А при чтении, ребята, у меня вопрос возник. Неужели так бывает, что страна весь материк? Косте, Вовке и Давиду ситуация ясна. Да, Австралия часть света. А еще она страна. Змей Горыныч очень долго над Австралией кружил. Выбрав бухту близ Сиднея, приземлиться предложил. Гляньте-ка, что здесь творится. Утконосы с кенгуру раздобыли мяч футбольный и устроили игру. Наш Горыныч и мальчишки тоже любят мяч гонять. Захотелось в этом матче им участие принять. Но играть в футбол с гостями утконосы отказались. Змея нашего, наверное, утконосы испугались. Кенгуру не испугались. Сразу нам забили гон. Да, надолго мы запомним, как играли здесь в футбол. Вдруг откуда-то из леса кукабарра прилетела. Утконосу прямо на нос кукабарра ловко села. И, уставившись на змея, в изумлении замерла. Не видала раньше змеев. Вот такие вот дела. Мы все дружно засмеялись. Мариванна громче всех. И когда же мы услышим, кукабарочка, твой смех, птица вмиг расхохоталась от нелепого вопроса. Хохотала, хохотала и свалилась с утконоса. А потом на пляже прямо мы устроили пикник. Костя с Вовкой и Давидом обнаружили родник. Закипел наш самоварчик. Утконосы сели в круг и сказали, «Змей, Горыныч, ты теперь наш лучший друг. Рядом с нами был чудесный эвкалиптовый лесок. Мы решили прогуляться, попродить там хоть часок. Вдруг мы видим, к нам из леса быстро скачет кенгуру. Незнакомая. Мы с ней не играли по утру. Кенгуру к столу присела, но от чая отказалась. Очень скромный и печальный кенгуру нам показалось. Мы, конечно же, спросили, не случилось ли чего. Я сегодня потеряла кенгуренка своего. Кенгуру, открой-ка сумку. Тут Ириска в сумку шмык. Все обнюхала. И сразу из уютной сумки прыг. С громким лаем без заглядки прямо к лесу побежала. Кенгуру Ириску нашу всей душой зауважала. Как мы все переживали! Неужели след возьмет? Неужели нас Ириска кенгуренку приведет? Мы бежали за Ириской, успевали еле-еле. Саша с бабушкой Марусей из последних сил пахтели. Но бежали с нами вместе и искали кенгуренка. Это ж просто ужас жуткий, потерять в лесу ребенка. Представляете? Ириска лес обнюхала за час. К эвкалипту на опушке привела Ириска нас. И залаяла так звонко, что хоть уши затыкай. Кенгуренок с верхней ветки пискнул. Мама, поручай! Снял, горыноч, кенгуренка. Маме в сумку посадил. Мы у дерева присели. Так мы выбились из сил. Кенгуру благодарила и Ириску, и всех нас. Преогромное спасибо. Что б я делала без вас? С эвкалипта к нам спустились три хорошеньких коалы. Просим сделать с нами селфи. Дайте фотоматериалы. Ах, так вот кто кенгуренка застащил на эвкалипт. Он нас сам просил об этом. Сел на ветку, как прилип. Кенгуренка поругали и коалмы пообронили. Как вести себя прилично, мы коалам объяснили. Три недели змей горыноч над Австралией летал. Города, пустыни, реки. Всю страну нам показал. Путь назад, на удивление, был короче, чем вперед. Змей летел обратно быстро, ну, почти как самолет. Дома мы его спросили. Отдохнем и снова в путь? Может, в космос соберемся мы с тобой когда-нибудь? Почему бы нет, ребята? Ну, скажите, почему? С удовольствием слетаю хоть на Марс, хоть на Луну. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...